Всем привет дорогие друзья! И тема этого ролика будет выполнение плавного перехода на сложных трехслойных эффектных покрытиях. Для примера мы взяли один из очень популярных цветов, это Mazda 46V. Начинаем с подбора цвета и изготовления выкраски. Работаем в системе HB Body Color Solution. Вся цветовая документация этой системы выкрашена вручную. Находим необходимый образец и по формуле смешиваем нужный нам цвет. Выкраска для нашей работы должна быть сделана по определенной технологии. Сейчас вы видите тест-пластину с нанесенным на нее граунд-слоем первым в трехслойном покрытии. Далее мы заклеиваем тест-пластину наполовину, и наносим первый тонирующий эффектный слой. Переклеиваем пластину чуть ниже, после чего наносим второй тонирующий эффектный слой. Таким образом мы сможем с вами подобрать необходимую толщину тонирующего эффектного покрытия. Следующим этапом перекрываем часть тест-пластины продольно, после чего наносим лак. Нам необходимо, чтобы часть была отлакирована, а часть осталась в базе. Мы получаем готовую тест-пластину, по которой мы можем контролировать как нанесение базового покрытия, так и видеть финишный результат под лаком. На контрольной пластине видно, что для попадания в цвет нам необходимо нанести два слоя тонирующего покрытия. Приступаем к подготовке самой детали. Шлифуем крыло абразивом градации 800 на мягкой подложке. Используется Norton 275 серия Multi Air. Продуваем деталь сжатым воздухом, удаляем основную пыль. Очищаем деталь, используя антисиликон HB-Body 770 и полипропиленовую салфетку. Будет использован краскопульт Ивата LP-400 с дюзой 1,3 мм, давление нанесения 1,4-1,6 кг. Через сито наливаю эмаль для нанесения первого покрытия в трехслойной системе. Перед началом нанесения окончательно обеспыливаю поверхность с использованием липок-салфетки. Наношу грунт, имитируя ремонтный участок, который необходимо будет укрыть. Двумя слоями, с межслойной выдержкой, укрываю ремонтную зону, немного растушевывая границы перехода. Возвращаю базовую эмаль обратно в тару, но не всю, а оставляю в бачке примерно миллилитров 30, которые смешиваю с разбавителем для перехода в BODY 777. Затем, получившейся смесью на пониженном давлении 1-1,2 кг, плавно растушевываю границу перехода. Нанесен первый так называемый граунд-слой. При выполнении перехода на трехслойках, именно от того, как вы растушуете вот это покрытие, зависит успех плавного перехода. Плохо вы растушевали, ничего не получится. Поэтому уделяем этому основное внимание и отлично растушевываем граунд-слой. Хорошо промываем краскопульт и наливаем эмаль для нанесения тонирующего эффектного покрытия. Перед нанесением тонирующего покрытия обязательно удаляем пыль при помощи липкой салфетки. Наносим первый слой, стараемся придерживаться той же толщины, что мы делали на тест выкраски. Основное и очень важное правило. Нанося эффектный слой, обязательно сравнивайте то, что у вас получилось, с образцом выкраской. Вот мне необходимо добиться такого эффекта, как на образце. В данный момент я вижу, что он еще не достигнут и требуется дополнительное нанесение слоев. Если мы не будем это делать, то качественную работу выполнить у нас не получится. Наносим второй слой, плавно растушевывая границы перехода. Применять специальный разбавитель для переходов на тонирующем покрытии не обязательно. Оно великолепно растушевывается само по себе. Сравниваем получившийся результат с контрольной тест-выкраской. Все отлично, цвет совпал. После необходимой выдержки, убираем пыль липкой салфеткой и наносим лаковое покрытие. Используется лак HB Body 894 Ultra HS по технологии нанесения в полтора слоя. По завершении лакирования осматриваем деталь. Еще раз сравниваем ее с тест-выкраской. Убеждаемся, что цвет детали и контрольный цвет у нас совпадают. Ну что же, наша работа завершена. Мы убедились в том, что результат совпадает с контрольной выкраской. Поэтому все получилось отлично. Переход размылся хорошо. На самом деле, ничего сложного в этом нет. И соблюдая простые рекомендации, которые мы даем, с работой справится абсолютно любой специалист. Я надеюсь, что моя информация была для вас полезной. Если понравилось, ставим палец вверх. Подписываемся на наш канал. Желаю всем удачи. Всем пока.